ВАГ, как организация, объединяющая представителей нашего народа, проживающего в различных уголках земного шара, должна соответствовать, прежде всего, тем вызовам и тем процессам, которые сегодня непосредственно касаются каждого, я хочу это подчеркнуть, каждого представителя нашего народа, раскиданного по всему миру. Если возвращаться к вопросу о целях и задачах на данном этапе, это, конечно, создание четких и понятных, наверное, основ деятельности и ориентиров. Учитывая свой опыт работы в Турции и взаимодействия с представителями нашей диаспоры, проживающей там, для меня было очень удивительно от некоторых молодых ребят слышать о том, что, говоря о своих предках, о ближайших родственниках, я бы даже подчеркнул, пользуются такими формулировками, как «А вот мой дедушка, говорят, был Абхазан». То есть вот это «говорят, был Абхазан» действительно заставляло очень сильно задуматься и ужаснуться. Сегодня, слава богу, есть разные возможности, современные технологии дают и в некоторой степени облегчают реализацию этих вопросов. Конечно, будем активно развивать информационную составляющую деятельности нашего общего дома. Не хочется забегать вперед, но мы рассчитываем на то, что информационный портал, который будет создаваться в рамках этой организации, как бы позволит, частично, конечно, позволит решить эти вопросы. Но исключать живого общения, конечно, нельзя. Рассчитываем на то, что будут поездки по регионам, где компактно проживают представители нашего народа, вовлечения как молодежи, так и старшего поколения в реализацию тех или иных социально значимых проектов. Сейчас проводится ряд мероприятий. Частично уже было объявлено на предыдущем съезде о том, что создается Высший Совет Всемирной Ассоциации Абхазо-Абазинского Конгресса, в который будут входить региональные представители, выбранные из числа делегатов на общем съезде. Кроме этого, из структурных новшеств мы предлагаем делегатам и всем нашим будущим членам такую форму правления в самом Конгрессе, как президиум. Сегодня в работу над реформированием Конгресса мы стараемся вовлечь как можно более широкий круг наших братьев и сестер, чтобы их непосредственные предложения были учтены и внесены в проект новой редакции устава, который мы будем предлагать к голосованию делегатам в ближайшее время. И, конечно, рассчитываем на то, что они будут активно участвовать и предлагать проекты, совместные проекты, которые мы, надеемся, тоже сможем реализовать в ближайшее время. Новая редакция устава организации, она будет совершенно иной. Конечно, основные посылы и основные задачи, которые стоят перед абхазо-базинским народом, они не претерпят изменений, но технически. И, опять-таки, вернусь к вопросу структурной наполненности и внедрению новых инструментов, которые, может быть, на том историческом этапе, когда создавалась эта организация, были недоступны, позволят укрепить и усилить, и, может быть, в какой-то степени облегчить достижение тех главных задач и целей, которые, конечно же, сохранятся и в новой редакции. Честно говоря, консолидация для меня, для меня это немножко такой вопрос абстрактный, потому что консолидация, если мы говорим о консолидации, значит, существует факт какой-то разобщности, внутри нас, ну, мне сложно констатировать такие вещи, потому что я считаю все-таки, что мы представители одного народа, волей и судьбы исторически сложилось так, что территориально проживаем в различных регионах. Мне бы в этой связи хотелось бы действительно говорить о укреплении взаимодействия, укреплении связи, да, там, не знаю, создание условий для того, чтобы было больше возможностей видеться, общаться, принимать участие в значимых мероприятиях, там, торжествах, это могут быть какие-то значимые государственные мероприятия. Всегда хотелось бы, чтобы, как бы, связи были крепче, но, проводя такую параллель и вообще немножко оглядываясь назад, имею возможность констатировать, что из года в год все равно эти связи и взаимоотношения внутри, самой диаспоры, которая проживает там за рубежом, да, оно трансформируется, изменяется, как бы, и само собой, как производная, наверное, как следствие, в следствии связь представителей диаспоры с исторической родиной тоже трансформируют в лучшую сторону, укрепляются. Конечно, этому, наверное, способствует снятие ряда барьеров, да, там, которые в свое время были преградой для беспрепятственного общения, но сохраняются все равно те преграды, которые мешают, наверное, может быть, не столько мешают, может быть, осложняют, правильнее было бы сказать, более эффективное взаимодействие, более эффективное общение. Это в том числе и, наверное, языковой барьер. Не все, а в большей степени многие не знают языка, язык, как средство общения, как бы, является одним из ключевых элементов возможности налаживания контактов. Язык является, конечно, одним из важных, главнейших, может быть, факторов возможности укрепления связи. Но, кроме того, это носитель традиционных ценностей, как бы это инструмент, в какой-то степени много, конечно, работы ведется, и много стараний и усилий прикладывается для того, чтобы язык не потерялся. И здесь, конечно же, у нас, и в среде диаспор, в большей степени это в Турции, потому что, ну, там, как вы знаете, там наибольшее количество представителей нашего народа проживают сегодня. Но, опять-таки, учитывая то, что сегодня есть современные методы изучения, там, языков, но использовать этот опыт, который уже имеется, положить на те базовые курсы, наверное, которые себя зарекомендовали, его, понимаю, что это сложно, но постараться надо. Но, на мой взгляд, важно сделать так и создать такие условия, чтобы на родном языке было модно разговаривать, чтобы он стал модным, чтобы он стал актуальным. Вообще, знание языка должно поощряться. Если зачастую, иногда приходится слышать, что, вот, там, если человек не знает, там, родного языка, тогда не стоит его брать, условно говоря, ну, к примеру, на госслужбу. Мне кажется, нужно немножко по-другому подходить. Если человек знает язык, тогда он должен как-то примироваться, наверное. И это будет тоже таким катализатором, может быть, для того, чтобы язык стал модным, чтобы он стал используемым и необходимым. Для нас, конечно, крайне важно взаимодействовать со всеми заинтересованными в работе в ААК и государственными организациями, и общественно-политическими движениями, потому что это, ну, это для всех общее дело. У нас очень сложились рабочие, дружеские отношения с комитетом по репатриации и взаимодействия по линии, там, репатриация, ассоциация абхазо-абазинского народа действительно реализуются на самом высоком уровне. Помимо этого, у нас внутри сложились очень такие деловые, рабочие, дружеские, не знаю, как хотите, назовем это, взаимоотношения по представительствам региональным. И то, каким образом они участвуют в работе, вот, даже над проектом устава и в работе над предложением по реализации тех или иных проектов, это действительно вселяет очень большой оптимизм и уверенность в том, что с каждым годом все больше и больше людей будет сопричастно к работе Всемирной ассоциации абхазо-абазинского народа. Кабинет министров нам помогает и технически, и не только. То есть мы действительно открытая организация и стараемся выстроить очень такие деловые отношения вот со всеми теми, которые, ну, должны быть вовлечены в этот процесс. Однозначно репатриация и возвращение на историческую родину должно быть такой национальной идеей. Но нужно понимать, что просто декларативно вопросы не решаются. Когда нужно создавать определенные условия для того, чтобы те, которые сюда возвращались, они чувствовали себя комфортно. Это и вопросы социальной адаптации, как и социально-адаптативного ряда, но и, кроме того, вопросы возможности развития личности в целом и как бы возможности развития там, ну, и бизнеса в том числе, конечно же. Ну, огромная работа проводится комитетом по репатриации в этом направлении, но нужно, наверное, все-таки переосмыслить те моменты, где мы проседаем. Вот и понимать, что призывать вот возвращайтесь, это надо делать. Но параллельно работать здесь для того, чтобы тот, который вернулся, он четко понимал, куда он возвращается и зачем. И, вспоминая опыт работы в Турции, в полномочном представительстве, конечно же, там два основных столпа, на котором строилась наша деятельность в Турции. Это было направление взаимодействия и укрепления связи с нашей диаспорой, которая там проживает, ну и дипломатические, конечно, задачи, которые ставили перед нами руководством страны. Мы понимали, что отсюда нам из Абхазии не всегда верно оценивались наши, во-первых, инициативы, которые мы здесь организовываем, во-вторых, и возможности наши тоже. И мы столкнулись с ситуацией, когда имели возможность более детально наиболее изнутри, что ли, понять, насколько вообще представители нашей диаспоры рассматривают возможность возвращения на историческую родину, и если рассматривают, то при каких условиях и с какой целью. Еще раз повторюсь, не всегда мы здесь понимаем действительно те потребности, которые ожидают представители нашей диаспоры, проживающие за рубежом. Но как бы деятельность Конгресса мы рассчитываем, что и в этом вопросе будет ориентирована на создание, может быть, какого-то перечня рекомендаций, как и для наших братьев и сестер, так и для уполномоченных руководителей здесь у нас, которые в этом направлении принимают решения.